Будущее нашей страны – это подрастающее поколение, которое вскоре после получения хорошего образования будет работать для социально-экономического развития России. И в Славянском районе немало талантливых ребят и опытных педагогов, которые вкладывают свою душу в их воспитание. На церемонию чествования по итогам 2023-2024 учебного года созвездия талантов были приглашены самые лучшие. «Способные ребята и их педагоги со всего Славянского района собрались в городском доме культуры. Сюда пришли учащиеся победители-призеры муниципальных и краевых конкурсов, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. Словом, те, кто уже проявил себя, добиваясь побед. Вместе с ними были и замечательные педагоги, руководители коллективов, которые ведут их по пути развития. Перед церемонией награждения ее участники смогли познакомиться с творчеством юных исследователей. Председатель совета нашего района Григорий Литовко с интересом осмотрел работы ребят. В фойе дома культуры были представлены мастер-классы научно-исследовательской и технической направленности победителей различных конкурсов. Здесь же можно было пообщаться и с их авторами. Лев Гупола из 1-го лицея увлекается изготовлением моделей машин с разными характеристиками. Я создал несколько машинок с разными колесами по величине и с разными приводами. Запускал их и получилось то, что машинка с маленькими колесами и с передним приводом не заезжает. А вот большая машинка с большими колесами и с задним приводом может заехать. Анна Кудрявцева всерьез увлечена космическими исследованиями. Она является призером и победителем многочисленных всероссийских олимпиад и конкурсов. Весь год мы занимались проектированием различных миссий для спутников. Например, мы уже запускали в стратосферу спутники с различными биологическими и техническими миссиями. Сейчас мы также занимаемся проектированием миссий для конкурса «Стратосферный спутник» для четвертого сезона. И в этом году мы решили сделать что-то по типу двигателя стирлинга. Этот двигатель будет работать от перепада температур. То есть в космосе мы оттолкнулись от того, что перепад между различными стенками аппарата может составлять более 200 градусов по Цельсию. И поэтому интегрировать в аппарат двигатель стирлинга было наилучшим решением для выработки электроэнергии. Кроме того, на выставке технических достижений школьников можно было увидеть результаты опытов юных биологов. Есть у нас и ребята, которые пробуют свои силы в архитектуре. И у них это получается. И вот на сцену городского дома культуры выходят участники церемонии. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. Нам есть кем гордиться. И, конечно, все, о чем говорилось со сцены, было вполне заслуженным. Именно в это время можно реализовать свои даже невероятные идеи под руководством опытных наставников. Уважаемые ребята, я поздравляю вас и ваших наставников с высокой победой. Я желаю вам, чтобы вы учились очень хорошо. Потому что ваши знания помогут вам реализовать себя в жизни. В торжественной обстановке юным дарованиям и их наставникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки от имени главы Славянского района Романа Сенеговского и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что образование в настоящее время насущно необходимо. Учиться нужно очень много, чтобы прийти к успеху в жизни. Прежде всего хотел бы обратиться к вам, дорогие наши ребята, поблагодарить вас за, наверное, такое послушание своих преподавателей, педагогов, наставников, своих родителей. Потому что талант, если его не поддерживать, не развивать, он у вас нет. Поэтому сейчас я бы хотел особые слова сказать вашим педагогам. Настоящие патриоты образования, вот на вас сегодня держится, наверное, вот сегодня это созвездие. Низкий вам подлон, спасибо вам за ваш титанический труд. Заслуженные награды получили учащиеся школ, победители международных всероссийских краевых фестивалей, олимпиад, конференций, конкурсов. На сцене также чествовали лучших представителей учительской профессии, по-настоящему неравнодушных и увлеченных своим делом, подготовивших всех наших победителей-призеров. Кульминацией церемонии награждения стало объявление имен победителей в номинации «Ученик года 2024». Сразу трое ребят были удостойны этой чести. Обладатель гран-при на первом всероссийском конкурсе-олимпиаде «Таланты умного города». Победитель космического чемпионата в рамках международного аэрокосмического фестиваля Анна Кудрявцева по праву вошла в число лучших из лучших. И еще один учащийся первого лицея стал учеником года. Победитель в олимпиаде «Путь к олимпу по химии». Победитель всероссийского марафона «Космическая одессея» Максим Просвиров. Третья награжденная в этой номинации – учащаяся третьей школы Владислава Чернышева. Победитель всероссийского конкурса сочинений. Призер Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба по биологии». Победитель Московской олимпиады школьников по генетике. У нее, как и у других отмеченных, столько различных достижений, что даже их перечисление занимает много времени. Конечно, мы испытываем большую радость и гордость за нашу дочь. Очень жаль, что она не смогла сегодня присутствовать на этой церемонии, получить лично заслуженную награду. У нее действительно много побед. Первую победу она получила еще в возрасте 6 лет во всероссийском конкурсе «Я исследователь». С тех пор было много достижений. Но я думаю, что самые главные победы еще впереди и у нее, и у всех ребят, которые сегодня участвовали в этом празднике. Безусловно, за всеми такими наградами стоит огромный труд и ребенка, и наставников. Поэтому хочу поблагодарить школу, директора, учителей, которые создавали эти условия для нашего ребенка. Отдельный поклон нашему классному руководителю, наставнику Никоновой Оксане Рафаэльевне. Звание педагога-мастера в этом году завоевал Сергей Неделько. Он подготовил ребят, призеров, финалистов и победителей многочисленных международных и всероссийских фестивалей, конкурсов и олимпиад, связанных с научно-технической и космической тематикой. Я думаю, что это очень важное событие для нашего района, потому что это тоже все наши старания за год. И каждому из нас надо, да, с одной стороны, радоваться, что у нас есть такие люди, которые вот вокруг вас сидят, а сюда посмотрите, да, что мы все готовы куда-то стремиться и каждый год куторвемся, и что у нас есть такие замечательные дети, которые позволяют нашу родину. Все награжденные в ходе церемонии созвездия талантов достойны самых теплых слов. Юные дарования их наставники – это гордость Славянского района. Впереди у них новые успехи и новые вершины, которые необходимо покорить. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Второе место в легенде.